В середине января в Москве проходили соревнования на Кубок России по современному пятиборью среди мужчин. Состязания по этому олимпийскому виду спорта традиционно включают в себя пять дисциплин. Фехтование, плавание, конкурс, легкоатлетический бег, а также стрельбу из пистолета. Из них, пожалуй, самый сложный конкурс, потому что не все зависит от спортсмена. Если фехтование стрельба 90% от самого, если не 100% спортсменов, то в коне еще у нас животное, лошадь, которая достаточно непредсказуемая часто бывает. У нас лошади привозят на наши соревнования с другой базой, сегодня их только привезли. Соответственно, для них манеж новый, и особенно в первом ГИТе у нас были проблемы. То есть лошадь присматривается, зрители. Поэтому за 20 минут разминки договориться с лошадью, которую ты видишь, может, в первый раз, недостаточно бывает проблематично. Соревнования на Кубок России проходили на спортивных объектах Центрального спортивного клуба армии. Следует также отметить и в целом успешное выступление армейских пятиборцев. Многие из них пробились в финал этого представительного турнира, который является первым отборочным этапом для попадания в состав сборной России. Хорошо очень выступали армейские спортсмены. Можно было надеяться еще на более, когда первое, второе, третье место, тогда совсем идеально. Илья Фролов у нас капитан спортивной команды, чуть-чуть не хватило именно на финише, но, в принципе, он стал четвертое место занял. Считаю, что очень хорошо выступил, причем у него травма была в декабре, с коленом проблемы, поэтому достойно. Первое место занял у нас Кукарин. Это спортсмен из Санкт-Петербурга, которому буквально через месяц планируем взять спортивную команду ЦСКА. То есть он у нас к следующему старту, февральскому, чемпионату России будет уже представлять ЦСКА. Также третье место занял Шугаров Илья, который тоже у нас через месяц будет в команде ЦСКА. Какой этап нынешних соревнований для вас был самым сложным, самым драматичным? Это, безусловно, были циклические виды, поскольку я допустил, не очень хорошо получилось в подготовительном периоде подготовить бег с плаванием, поэтому показал свои не лучшие секунды и, ну, как все видели, умирал на дистанции. Ну, благо, хорошо вытерпел и показал норматив, который установил главный старший тренер для попадания в сборную команду. Вот, ну, насколько нам известно, в ближайшее время вы, наверное, пополните ряды ЦСКА. Так точно. Вот, скажите, вот вообще, вот как бы ваше отношение к армейскому клубу, вот несколько слов. Ну, безусловно, армейский спорт – это очень многоуважаемое и очень такое старое движение. Оно, безусловно, много очень сделало для вооруженных сил нашей страны, как и в подготовке кадров, так и в воспитании моральных качеств военнослужащих. Поэтому я выбрал спортивный клуб «Армей». Продолжение следует...